МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Жители поселка Дубовка вновь требуют районного переподчинения. Молодые бойцы присягают на верность Родине. Болгарская парусная регата в этом году впервые проходит как чемпионат мира. Сегодня в Майкудоке в одном из пятиэтажных домов произошло возгорание. В службу спасения 101 сообщение поступило от соседей, которые увидели, что из подъезда пошел дым. На место пожара выехала съемочная группа нашего канала. Пожар начался около 10 утра. Из-за припаркованных у дома автомобилей и узкой дороги пожарные машины не могли подъехать к горевшему подъезду. В службе спасения пришлось протягивать шланг через весь дом. В подъезде на первом этаже загорелась подсобка, где находились пустые коробки и деревянные обрезки. Председатель КСК наотрез отказалась что-то комментировать. Да, мы думали, один дедушка, может, остался. А его, кажется, нет, он в больнице лежит. А мы думали, что он там, поэтому дверь там сломали, короче, пожарный, ну, МЧС, его там не было. Слава Богу, что его там не было. А так бы он задохнулся. Сгоревшая площадь составляет 10 квадратных метров. Это немного, но очень пострадал подъезд и квартиры жильцов от запаха гари и копоти. По мнению жильцов, причина возгорания – это детская шалость. Такое случается уже второй раз. После тушения пожара всех жителей подъезда эвакуировали на улицу, так как за ней находиться было опасно. Точная причина возгорания пока неизвестна. А жильцам предстоит отмывать грязь и сажу в квартирах и подъезде. Не мешало бы провести воспитательную работу с детьми. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Юрнур Жамарт, 1-й Карагандинский. Районное переподчинение поселка Дубовка тянется уже почти 10 лет. У каждого человека свое мнение о событиях, касающихся районного переподчинения. А скажем, жители новостройки наотрез отказываются стать абайцами. А сельчане Дубовки готовы хоть сегодня переподчиниться. Я сколько живу, я еще никогда не видела, сколько людей на сходе. Ничего страшного, люди потому что хотят именно судьбу этого поселка решить перенателем в Абайский район. Вы не хотите решить нашу судьбу, вы затягиваете это все. В принципе, это основное обвинение и требование к администрации Абайского и Бухар-Жираусского районов. Но эта процедура законодательная и проходит на уровне правительства. За 10 лет много воды утекло. Но чаяния жителей Дубовки все еще находятся на уровне предложений и просьб. Данный вопрос также поднимался в прошлом году. Обсуждался на совещании с заместителем Акима области, на котором было дано поручение о целесообразности вносимого предложения. Также здесь работал независимый институт Казмиса, который проводил опрос в этом поселке и узнавал независимое мнение жителей, который также подтвердил, что многие жители хотят перейти в переподчинение в Абайский район. А главное в этой непростой процедуре учесть мнение всех взрослых жителей. А районы, как передающие, так и принимающие, готовы к реализации идеи жителей Дубовки. Действительно, чтобы получить простой документ или справку, жителям приходится тратиться на дорогу, а это ни много ни мало полторы тысячи километров. Накладно. А пока от жителей сыплются вопросы. И почему в течение года не проводили ни одного схода с разрешением всех вопросов, связанных с передачей села Дубовка Абайскому району на предмет административного и территориального устройства? Почему так они не вовремя, уже 30 апреля, отписали в газете «Новый вестник» официально, что был рассмотрен вопрос на совещании еще 2 сентября 2013 года, а нас оповестили через газетку? Вот. Дальше. В ответе руководителя аппарата Акима Караганинской области Искакова от 26 февраля 2014 года за номером 4.9 ФЛКЛ 168.3 указан весь перечень документов для решения вопросов по административно-территориальному устройству. Возмущение в таких случаях мало помогает. Нужны конкретные действия. План мероприятий расписан прямо по числам. Послушайте, как я скажу потом. И все мы расписываем, и весь этот план мероприятия должен быть всеми подписан, утвержден, и по этому плану мы должны работать. Мы принимаем сторона, ухажираски передающая сторона. Поэтому этот документ будет уже. Все процедуры с опросом жителей надо завершить к очередной сессии областного маслехата. На 27 число мы уже запланировали сессию маслехата. Именно это будет решение Акимата и маслехата, совместно которое мы будем в область передавать. К этому, значит, к этой сессии мы должны предложить все вот эти документы, которые я сегодня говорил. Значит, мнение жителей мы должны на этом маслехате представить. Потом принимается решение, и все это мы передаем в область. Будем надеяться, что все сдвинется с мертвой точки. И обещанного осталось ждать гораздо меньше, чем их ждали до этого. Сергей Высокозов, Айдын Жакан, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев с рабочей поездкой посетил Шведский район. Он ознакомился с работой местных органов власти по социально-экономическому развитию района. В программу рабочей поездки входило посещение семейно-врачебной амбулатории, также знакомство с проектом реконструкции водопроводных сетей села Красная Поляна. В сентябре текущего года планируются ремонтные работы двух скважин. Будет заменена вся электрическая часть. Водопроводная труба длиной 400 метров тоже будет заменена. На станции Жарык проживают около 4000 человек. По их словам, на станции нехватка дошкольных учреждений. Еще один проблемный вопрос касался питьевой воды. Здесь иногда возникают сложности, говорят жители. Не сказать, что каждый день, но иногда у нас бывают проблемы с водой. Уже не первый год мы сталкиваемся со сложностями касательно питьевой воды. Хотели бы, чтобы поскорее решили этот вопрос. Сейчас разработан комплексный план развития станции Жарык до 2018 года. Согласно документам, здесь будут проводиться ремонтные работы. Следующим объектом посещения Акима области стала средняя школа в селе Бурма, где обучаются 208 школьников. Как известно, на развитие этого населенного пункта в прошлом году из бюджета было выделено 10 миллионов 800 тысяч тенге. Сейчас в селе проводятся ремонтные работы. Далее в селе Акой Аким региона Баужан Абдишев возложил цветы к обелиску военному летчику Марату Идигееву, погибшему при крушении самолета. Глава региона Баужан Абдишев осмотрел поле крестьянского хозяйства «Дарнин», которое специализируется на выращивании картофеля с использованием капельного оращения. Глава области был удовлетворен работой крестьян. В завершении рабочей встречи Аким области Баужан Абдишев дал ряд поручений по развитию Щетского района. Гульнур Жакен, Ернур Жумарт, Первый Каргандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система – профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Ряды военнослужащих в Караганде пополнились молодыми патриотами. 104 солдата в торжественной обстановке присягали на верность Родине. Поддержать в такой ответственный день молодых бойцов приехали родные и близкие. Призывники будут проходить службу в воинской части 52-859. Служить своей Родине – долг любого гражданина. Именно так считают молодые солдаты, которые с честью и с достоинством будут выполнять свои главные обязанности перед страной. Сегодняшние молодые патриоты – призывники из пяти крупных регионов страны. Это Алматинская, Казалардинская, Кустанайская области, также из Западного и Восточного Казахстана. Войнская причага – это особенный, можно сказать, ритуал, порядок привидений, где они клянутся беспрекословно исполнять все приказы, клянутся быть преданным народу Казахстана, президенту. Ну и, конечно, здесь можно сказать, что уже в торжественном моменте уже не будут ярко чувствовать моменты волнения, конечно. В воинской части 52-859 служат настоящие отважные бойцы. У них хорошая военная подготовка. Солдаты части свое мастерство и умения неоднократно показывали в столице Казахстана на военно-спортивных состязаниях. Я приехал из Алматинской области, готов служить своей Родине, так как считаю это своим долгом. Проходить воинскую службу здесь, в городе Караганде, для меня большая тесть. Для родителей сегодня тоже очень важный день. Они волнуются не меньше своих детей. Присяга – это официальное торжественное обещание. Я провожаю в армию своего единственного сына. Я верю, что мой сын с достоинством оправдает возложенную на него надежду. Всем призывникам хочу пожелать хорошей службы. Призывники становятся солдатами. Это волнительно и накладывает ответственность выполнить данную ими клятву перед Родиной. Руководство Департамента по исполнению судебных актов Карагандинской области провело совещание по выполнению административных взысканий. В ходе встречи были заслушаны мнения и предложения собравшихся. В настоящее время для организации надлежащего взаимодействия с уполномоченными государственными органами в рамках концепции совершенствования принудительного исполнения судебных актов и актов государственных органов Министерством юстиции подписан ряд совместных приказов. Также департаментом поддерживается предложение о самостоятельном исполнении постановления о наложении административных штрафов на сумму менее 30-ти месячных расчетных показателей. В области взыскивается всего лишь максимум около 30% от всего поступившего на исполнение судебным исполнителям. Эти штрафы составляют как по линии ГАИ, так и по линии суда, а также в основном уполномоченных органов. В 2013 году территориальным отделом департамента были задержаны 37 автотранспортных средств, в результате чего погашена задолженность на сумму 6,453,000 тенге. По показателям 2014 года пока задержаны 6 автотранспортных средств. Об этом рассказала судебный исполнитель Ольга Андреева. Составлен график дежурств между судебными исполнителями города Караганды для совместных выездов с сотрудниками УДП ДВД города Караганды. Проведен круглый стол СУДП ДВД Карагандинской области и ЦОУД ДВД Карагандинской области. Подписано совместное распоряжение, которым предусмотрено создание совместной оперативной группы из числа сотрудников ДИСА и УДП ДВД области. Закрепление за мобильной группой одного патрульного экипажа. Проведение совместных рейдов по задержанию транспортных средств. Количество граждан, которые уклоняются от административных штрафов, не уменьшается. Сейчас департаментом по исполнению судебных актов и представителями дорожной полиции проводится совместная работа по избежанию таких нарушений. В областном Акимате состоялось заседание, на котором был рассмотрен ход реализации государственной программы развития образования на 2011-2020 годы. Совещание прошло под руководством Акима Карагандинской области Бауржана Абдишева. Вся работа в системе образования региона направлена на предоставление качественных образовательных услуг. В текущем году бюджет отрасли составил 65,6 миллиардов тенге. С 2011 года вдвое увеличено финансирование по реализации госпрограммы. Сегодня оно составляет 8,5 миллиардов тенге. Деятельность системы образования области направлена на предоставление качественных образовательных услуг. В текущем году бюджет отрасли составил 65,6 миллиардов тенге, что больше по сравнению с 2011 годом на 21,7% с предыдущим годом на 4,6%. Следует отметить, что с 2011 года вдвое увеличено финансирование на реализацию госпрограммы. И на сегодняшний день оно составляет 8,5 миллиардов тенге. Сеть частных дошкольных организаций выросла на 8 единиц за счет размещения в них государственного заказа. А в двух частных детских садах города Караганды открыты 130 дополнительных мест. В настоящее время в области ведется строительство и реконструкция детских садов в Приозерске, Жаскозгане, Саране, Щетском и Осакаровском районах. Всего на 1280 мест. В среднем образовании основное внимание уделяется созданию условий для получения качественного образования. В области функционирует 547 общеобразовательных школ. Их количество за последние три года уменьшилось на 25 единиц из-за сокращения числа малокомплектных школ в неперспективных населенных пунктах. В текущем году также данная работа будет продолжена. В этом году еще на 12 школ также будут оптимизированы и также произойдет реорганизация. Одним из основных направлений проводимой работы является обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию. Охват дошкольным воспитанием детей от 1 года до 6 лет на сегодняшний день вырос. В среднем в Карагандинской области качественным образованием обеспечены учащиеся всех школ. Есть положительная динамика по достижению всех целевых индикаторов, которые обозначены в программе. Но, тем не менее, есть определенные недостатки, о которых мы говорили. И здесь надо будет управлению образованием продолжить работу, в целом координацию по реализации мероприятий. По заключению с Акимовым городов и районов меморандумов по достижению целевых показателей и конечных результатов Акимовым городов и районов необходимо продолжить работу по увеличению охвата дошкольного воспитания и образования. Аким области Баужан Абдишев поручил обеспечить школьников подключением к широкополосному интернету, также взять на контроль обеспечение детей мини-центрами. Такую работу особенно необходимо произвести в сельских местностях. Работу провести по всем школам. Не надо распыляться. Там многие говорят, что у нас дети, прирост идет, будет заполнено. Ничего такого не будет. Поэтому здесь по всем школам, по всем этим позициям надо будет сделать. В Карагандинской области создаются условия для обеспечения образования детей с ограниченными возможностями. Функционирует 20 опорных школ, которые объединяют 111 малокомплектных школ разного уровня. С 2012 года проводятся курсы повышения квалификации по трехуровневым программам. Уже повысили свою квалификацию 1488 педагогов, а к 2015 году повысят еще 3645 педагогов. В ходе рабочей встречи Баужан Абдишев дал конкретные поручения по обеспечению качественным образованием учащихся Карагандинской области. Принять меры в целом по материально-техническому обещанию, в том числе предметные кабинеты, новые модификации. Рассмотреть вопросы по открытию общеобразовательных школок кабинетов профориентации. Принять все меры по инклюзивному образованию. В рамках этого проекта создать условия для работы стажерских площадок с 1 сентября 2014 года. В завершении заседания глава области отметил, что до августовской конференции 2014 года все работы должны быть выполнены. Самое главное – качественно и в срок. Реализация государственной программы образования на 2011-2020 годы продолжается. Ее исполнение находится на постоянном контроле руководства области. Гульнур Жакен, Ернур Жумарт, 1-й Карагандинский. С этого года парусная регата на Балхаше проводится как чемпионат мира. За 7 лет своей истории она обрела постоянных почитателей. Все больше яхтсменов приезжают на Балхаш опробовать свои силы в борьбе с ветром и водной стихией. Чемпионат мира – это особая ответственность для всех служб департамента по чрезвычайным ситуациям области. 15 июня на Балхаше стартовал чемпионат мира по гонкам на разборных и надувных парусных судах «Балхаш-2014». В соревнованиях принимают участие 38 судов из Казахстана, России и Беларуси. Сотрудники ДЧС Карагандинской области следят за безопасностью участников гонок. Но перед началом соревнования было немало удивленных яхтсменов, которые округляли глаза, когда видели пожарную, медицинскую технику на берегу, подготовку к работе водолазов и водных спасателей. Беспрецедентная подготовка к проведению соревнований. В переезд минивэн нам приехали. Очень-очень добрые люди. Организация прекрасная. Дежурят и спасатели, и пожарные, и водолазы. Все это видеть, это, конечно, прекрасно. Такая организация, очень хорошая, красивая, прекрасная организация. Такую организацию я редко где видел. Гонки мероприятий экстремальные и без эксцессов, как правило, не обходятся. В первый же день соревнований перевернулось пять лодок. Спасателями были спасены все пятеро яхтсменов. Обеспечиваем безопасность движения яхт, судов. Команда три человека. С нами находятся медики, ЧАЭС, спасатели, чтобы обеспечить действительно безопасность наших вот этих регат и соревнований. Для гонок нормально, когда спасатели тщательно следят за такими мероприятиями. Они всегда на чеку. В лагере чемпионата организован водно-спасательный пост из числа спасателей водно-спасательной службы ДЧС Карагандинской области. Задействованы 10 человек личного состава водно-спасательной службы. Это города Приозерск и города Балхаш, которые будут проводить, оказывать сопроводительного характера мероприятия, не допущение гибели людей в данных мероприятиях. Весь период проведения чемпионата дежурят 10 спасателей, 2 спасательных катера, 2 спасательные лодки. Спасательный катер, на борту которого кроме водолазов-спасателей находятся врачи, бригады экстренного реагирования, Центр медицины Казастров, сопровождают участников при прохождении дистанции. Молодцы, мне очень приятно. Я всегда с уважением отношусь к службе ЧС нашей. Очень прекрасно организованно. Это заметили и наши гости. Говорят, прекрасно. Никогда у них такого не было. Все суда есть. Кроме того, врачи ЦМК дежурят на берегу озера. А также в лагере чемпионата, постоянное боевое дежурство, несут пожарные, пожарная часть номер 47 города Приозерска. Чемпионат мира на Балхаше продлится до 20 июня. И никаких ЧП не предвидится. Сергей Высокосов, 1-й Караганинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Аман Сауболмсдар. Субтитры создавал DimaTorzok